В этот раз на конференции обсуждались вопросы по развитию монголо-российского сотрудничества во всех отраслях, насущные экономические вопросы, которые стоят перед обществом, а также проблемы обучения русскому языку и образования в целом. Во встрече обычно принимают участие опытные педагоги и учёные. В этот раз в ней впервые участвовали монгольские и российские студенты, у которых появилась возможность высказаться по нынешним актуальным вопросам. Тема моей презентации состоит в том, что она рассказывает о внешней торговле России, то есть, ну, основной всё-таки, ну, экспорт наш состоит в том, чтобы экспортировать нефть, ну, и газ. То есть, ну, куда их экспортируют, ну, в какие страны, сколько, и, ну, какие из этого мы следуем, дивиденды, и как, ну, сделать в дальнейшем лучшее, ну, лучшее развитие для укрепления союза с странами, такими как страны, как Евросоюз, Монголия и Китай. В научной конференции кроме студентов и учителей, работающих в этом вузе, приняли участие учёные, которые представляли крупнейшие институты Монголии, и педагоги, которые обсуждали доклады на русском языке. Организаторы ежегодной конференции отмечают, что уровень владения русским языком у участников постепенно снижается. Также было отмечено, что улучшить владение русским языком следует и докладчикам. По словам участников, были некоторые трудности с чтением докладов на русском языке, но в то же время это послужило толчком к развитию и стало хорошим опытом. Мой главный вопрос, представленный в докладе, это интенсивное реформирование отрасли высшего образования в Монголии. Я кратко ознакомилась с тем, какие работы были проведены в этом направлении в нашем сельскохозяйственном университете. В последние 10 лет установилась хорошая традиция проводить ежегодные плехановские чтения, которые организует улан-баторский филиал Реу имени Плеханова. С каждым годом престиж конференции повышается и все больше расширяются ее рамки. Встреча на этом не завершается. Работа будет продолжена дальнейшим сотрудничеством между нашими учеными и вузами. На этом собрании решаются многие рабочие вопросы, и по итогам будет выпущено совместное издание. В этот раз на конференции обсуждались более 20 докладов педагогов и студентов. Организаторы отметили, что научная конференция была интересной и плодотворной.